Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава ТЦВ. Воскресенье. Эта недельная глава особая. Первая, в ней не упоминается имя Машера Бейну, и мы расскажем почему. И вторая, основная тема этой недельной главы, это одежда священника. Но все не так просто. Начинается с таких слов, и сделайте священные одежды к славе и великолепию. И вот был Давид Липкин, такой выдающийся еврейский мыслитель. Один из учеников Саба и Скельма, и он рассказывал как-то, что во время Первой мировой войны по торговым делам я оказался в Москве. Пришел к человеку, меня пригласили очень такой известный человек, один из богатейших людей Москвы. И рано утром на завтрак меня пригласили, помню, был белый хлеб, черный хлеб, какие-то икра, булочки горячие, масло, творог, варенье, овощи, тушеная рыба. То есть пиво, соки, сразу он начал кушать, мясо большой кусок. И он говорит, я с таким удивлением говорю, понимаю, что человек сделан из плоти и крови, и что ему нужно кушать. Но зачем столько блюд с утра? Он на меня посмотрел и так важно сказал, да будет вам известно, что человек не скотина. Перед скотиной ставят корыто с соломой, и она ест. А человеку нужно разнообразие в пище. Он говорит, я понял, что мы оба понимаем, что человек отличается от скотины в лучшую сторону. Но на его взгляд, это разница в разнообразии блюд, а у меня другой подход. А какой другой подход? Почему мы так вот к одеждам относимся серьезно? Рафа Лейзер Рот рассказывал, что один учащийся, выпускник Ишиева и Хеврона, как-то раз пришел к Можгееву, спросил, как вот объяснить, что такое величие человека, в Слободке мне говорили, как это понять до конца? Тот ему говорит, знаешь что, я тебе предлагаю следующее. Я тебе объяснять ничего не буду, но вот поедь, есть такой Звулон Грасс, глава суда в Рыхово, поедь к нему, посмотри, как идеально остаться на ночь, посмотреть, как он живет, как делает, и увидишь, что такое человек, и мне не нужны будут мои объяснения. И его собеседник решил так и поступить. Хотя он еще не знал, как это сделать, он приехал в Рыхово, там поступил самым простым образом, постучал в дверь, сказал, что ищет место для ночлега. Так и все. Раф Звулон, конечно, когда увидел молодого человека там в одежде, то, конечно, он его пригласил в дом, накормили, дали ему постель, он лег, гость обрадовался и приготовился ждать, что он должен увидеть. И вот он видит, Раф Звулон, тоже готовится отойти ко сну, тот лежит на постели, ничего в доме не видит, не понимает, погасили свет, пошел спать, он не спит, думает, мало ли что. В 2 часа ночи он видит, как Раф Звулон встал с кровати и пошел в туалет, извините. Выйдя оттуда, он отправился в коридор, но прошел мимо спальни и прошел дальше. Гость, который отчаялся уже осуществить свою цель и открыть нечто, что покажет ему человека величие, слегка приподнялся на кровати, стал рассматривать, что там, встал тихонечко. И вдруг он видит удивительную картину. Раф Звулон оделся полностью, одел фраг, положил на голову шляпу, полностью оделся. Прочитал благословение, которое читают после туалета, благословение, которое сделал человека с мудростью. Потом он разделся и пошел спать. И теперь вот гость все понял. А что он понял? Машгер послал его в дом к раму, чтобы тот понял одну вещь, что величие человека определяется не тогда, когда он находится среди людей. Среди людей обычно надевают маску. Настоящее величие, когда человек уважает себя, и даже в середине ночи произнеся благословение, не ленится одеться, проявить слабость, это, конечно, не обязательно нам надо делать именно так. Но надо понять, о чем разговор. Величие человека раскрывается в его поведении, когда за ним не смотрят. Величие человека в том, как он ведет себя, когда он один на один, когда он в доме, когда он в семье. Потому что на людях люди стараются такой камуфляж одевать. И вот это очень важные вещи. Машара Бейну в этой недельной главе отсутствует. По одной простой причине. Потому что он заступался за еврейский народ и сказал, вычеркни меня из этой книги, если будет так или так, сказал. Но есть и другие, такой маленький нюанс. Говорят, что он немножко вспылил, разнервничался. И что касается вот несдержанности, это негативное очень качество. И есть много притчей. Одну самую короткую расскажу. Жил был один очень вспыльчивый, несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешок с гвоздями. И сказал, каждый раз, когда ты не сдержишь свой гнев, вбивай гвоздь в такой столб. В первый день он много, там десятки. Потом начал сдерживаться. И вот, наконец, юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, чем вбивать гвозди. Пришел день, когда он ни разу не потерял самообладание. Он позвал отца и говорит, смотри, папа, вот видишь, ни одного гвоздя сегодня не вбил. Он говорит, окей, а теперь каждый день, вот, вытаскивай по одному, как только ты сдержался, вытаскивай по одному гвоздю. И вот прошло время, и вот он сообщил, что теперь гвоздя ни одного нет в столбе. Тогда отец взял сына, подвел к забору и сказал, ты очень неплохо справился. Ну вот видишь, сколько в столбе дыр. Он уже никогда не будет таким, как был прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, что-то неприятное, у него в душе тоже остается такой шрам, как эти дырки. И неважно, сколько раз после этого ты извиняешься, шрам остается навсегда. Поэтому надо следить за своим языком, следить за своим темпераментом. Надо стараться сдерживать себя, надо понимать, что в людях можно пробить дырку. И этого нельзя делать. Хорошая неделя, чтобы мы никого не обижали, чтобы нас никто не обижал. Браха, вы от лоха. Продолжение следует...